всем привет ждем пока побольше народу подключится сегодня буду вас водить в мир силовой тренировки и расскажу что же такое тяжелая атлетика скажите еще как мне видно слышно здравствуйте напишите как видно и как слышно пожалуйста отлично видно и слышно хорошо ну все сейчас сергей тело это мой брат родственник да это мой старший брат так чуть-чуть а чуть-чуть расскажу про себя с четырех лет я в спорте сейчас мне 24 с 4 до 17 я занималась спортивной гимнастикой у меня звание в спортивной гимнастике мастер спорта 17 лет и по сей день я занимаюсь тяжелой атлетикой в три атлетики у меня звание мастер спорта международного класса была призеркой победителем первенства европы в 2018 году и призерка первенства европы 2019 чуть-чуть расскажу вам про тяжелую атлетику тяжелая атлетика тяжелой атлетики уже сто тридцать пять лет соревновательные упражнения у нас это рывок и толчок основаниях мы делаем два упражнения первый рывок дается три попытки на каждое упражнение и на рывок и на толчок дальше выбирается лучший результат среди попыток рывка и среди попыток толчка эти результаты суммируются и по сумме этих двух движений выявляется победитель еще на некоторых соревнованиях награждают отдельно рывок толчок и сумма что еще женская тяжелая атлетика появилась сравнительно недавно в 1987 году были первые проведены соревнования с участием женщин и в 2000 году женская тяжелая атлетика была включена в олимпийские игры еще сейчас вам покажу интересный магнезия что мы используем магнезию для лучшего сцепления с грифом это наш снаряд в тяжелой атлетике мажем руки магнезия это не мука как некоторые иногда думают вот кубик магнезии для лучшей сцепки со снарядом еще чуть-чуть их покажу есть у нас вот такие вот штангетки они обязательно на каблучке штангетки и сегодня если у вас обувь на плоской подошве это конечно плохо будет если у вас есть то чуть-чуть чтобы была обувь не на плоской подошве штангисты занимаются в штангетках для того чтобы была большая площадь опоры когда ты поднимаешь снаряд и чтобы стопа сохраняла свое естественное состояние ну что ж первое с чего мы начнем сегодня это будет рывок сегодня я вам покажу и постараюсь вас научить рывку я судим палочку конечно же куда без разминки проверяла давайте начнем с разминки смотрим все на меня и повторяем за мной первое с чего начнем круговые вращение головой по четыре в каждую сторону дальше закончили дальше делаем наклоны вправо влево теперь вперед назад ручки стороны вращения в локтевых суставах вперед назад по четыре тоже вперед и сразу назад разминка играет очень важную роль ты подготавливаешь все мышцы под предстоящей работе и от качества вашей разминки будет влиять дальнейшая ваша тренировка показать вашей тренировки как вы разомнетесь так и дальше пойдет тренировка ваш если вы размялись плохо естественно это будут в последующем в тренировке и возможно травм круговые движения вперед назад плечевом ставим также по четыре закончили закончили руки на пояс круговые вращения тазом повторяем повторяем если есть какие то вопросы пишите с удовольствием отвечу или может хотите какие-то упражнения сделать или разобрать закончили теперь ручку правую вверх наклон влево руку на пояс левую руку вверх наклон вправо закончили теперь ножки вместе делаем на кончик руки опустили на кончик вниз к носочкам потянулись выпрямились кончик вниз выпрямились так делаем 10 раз желательно достать до пола сейчас камеру чуть опущу чтобы не видно было подальше от иду вот стараемся достать до пола вот тут уже у меня приготовлен мой снарядик штанга закончили так теперь приседания ручки на пояс приседаем 10 раз закончили коленочки разомнем еще ручки на коленочки положили круговые вращения коленочки важно размять все группы мышц еще перед тренировкой теперь перекатываем выпад перекаты с левой на правую ногу посидели потянулись чуть-чуть перекатились пятку не отрываем ногами на полной стопе по возможности стараем не отрывать если кому-то тяжело вот можно делать перекат кто может себе позволить гипсиков позволять до конца садимся пятку не отрывать ну что размялись я на здравствуйте здравствуйте кто присоединяется все можно попить водички сока сейчас еще передохнули после разминочки вспомогательными теперь нам понадобится палочка у кого нет палочки можно взять швабру любое предмет вот палочка с чего начинает обучать детей и конечно же не дают большие килограммы сразу или гриф у девочек кстати гриф наш снаряд который мы поднимаем у девочек гриф весит 15 килограмм у мальчиков 20 и ширина втулки грифа у мальчиков шире чем у девочек так сейчас я буду вас буду учить рывку еще раз говорю у кого нет палочки можете взять швабру допустим у кого есть палочка все супер палочка сегодня вообще покажу сейчас целостно что такое вообще рывок и что он из себя представляет рывок сложные координационные упражнения еще есть толчок но толчок больше силовой рывок выполнять тяжелее чем толчок беремся мы на грифе обычно есть втулки втулка и засечка которая показывает как браться ширина хвата беремся широко хват в замок пальчик воп сюда и эти пальчики обхватывают большой палец в тяжелой атлетике мы беремся хватом в замок не простым вот таким а именно в замок потому что хватом в замок можно поднять больший вес если ты поднимешь вот так у тебя рука просто расцепится хватом в замок у тебя вот все никуда рука не делается беремся в замок ручки поднимаем вверх ручки поднимаем вверх там будет показывать руки подняли вверх ножки у нас чуть-чуть разведены и мы делаем вот так сейчас с вами это называется уход рывковый в сяд сейчас мы показываем подводящие упражнения оп так делаем 4 раза потом отдыхаем сейчас все проверят у кого какая гибкость в плечевом суставе надо максимально уходить сразу все спинку вот сюда не наклоняем спина ровно и спина обязательно прогнутая посмотрите не вот так вот мы сидим это тоже большая ошибка а спинку прогнули таз назад мы сюда заваливаем а таз назад убираем и садимся все и встаем повторяем так делаем 4 подходика по 4 раза интересненько делаем мы сейчас делаем подводящие упражнения к рывку хват не забываем что в замок вообще у меня еще такой вопрос как вы относитесь к женской тяжелоатлетике и вообще для вас приемлемо что девушка там допустим поднимает штангу или какие то делать силовые упражнения потому что я столкнулась с тем очень много людей которые против этого и они не понимают как же так девочка и штанга там девочка или силовые виды спорта руки у кого руки затекают тогда уменьшаем повторение по 2-3 раза можно делать для начала да сложно работают все группы мышцы в тяжелой атлетике задействованы все группы мышц то есть ты развиваешься полностью сколько подходов сделали это не специфическая нагрузка поэтому не исключено что завтра те кто этого не делал будут болеть руки и еще другие мышцы это будет нормально не пугайтесь я тоже после продолжительного отдыха когда возвращаются тренировкам болят все мышцы потому что ты отдохнул мышцы расслабились потом ты вновь им даешь нагрузку а у них еще тонус пропал ты их опять вводишь в тонус ну ну некоторые считают что я смотрю с ней гармонично и пишут как же так у девочки мышцы ну вы знаете такие вот какие-то стереотипы до сих пор остаются и некоторых людей тяжело переубедить как так девочка там и силовой вид спорта опять же у нас существует десять весовых категорий начиная с сорока пяти килограмм и последняя категория это плюс восемьдесят семь по моему или восемьдесят девять что-то такое у нас сейчас поменялись категории я выступаю в категории пятьдесят девять и сейчас мой вес пятьдесят девять килограмм так ну что ж думаю уже все сделали по четыре подходика переходим к следующему упражнению опять хват в замок смотрим ноги на ширине плеч посаживаемся так смотрите садимся опять таз назад убираем спина прогнутая садимся палочку ведем по ногам по ногам провели остановились в этом положении плечи накрывают палочку дальше что мы делаем выпрямляемся спина прогнутая начинаем движение с ног палочка идет по ногам по ногам и выпрямляемся на прямые руки это называется протяжка как будто одеваем штаны всегда палочку ведем по ногам по ногам спина прямая таз назад и выпрямили и так тоже делаем четыре подходика желательно по три раза ноги на ширине плеч носки чуть-чуть развернуты и смотрим в стороны коленка по направлению носка хват замок ведем ноги 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 и тут только подключается спина и выпрямляем руки есть данные да еще что хочу сказать в тяжелой лотейке что важно конечно же сила взрывная сила и специальная выносливость когда ты большой вес должен поднять там ну за три секунды буквально это быстро происходит за короткий промежуток времени ты должен поднять большой вес если есть у тебя сила но нет взрывной силы то в тяжелой атлетике мало что получится потому что у нас важен прыжок у меня вообще ноги ни о чем слабые или что взрывная сила когда ты в долю секунды делаешь быстро силовое упражнение вот мы сейчас рывок делаем ты за долю секунды ну там и не за долю секунды должен поднять большой вес с прыжком вот в итоге что у нас должно получиться важная сила в тяжелой лотейке и важна смотрите рывок что у нас должно в конечном итоге получиться для чего мы делаем подводя сейчас упражнение вот прыжок и ты уходишь в сет и устаешь вот это и называется рывок еще раз вот то что мы сейчас сделали это же стартовое положение плечики накрываем палочку ведем по ногам по ногам ноги тут подключается спина здесь мы выпрямли сделаем прыжок и уходим в сет и встали спина обязательно прогнутая или прямая ни в коем случае не согнутая если у вас согнутая спина у вас нагрузка в 3-4 раза больше на спину ведет отсюда и вылазит травма приседания у меня лучшие на плечах 170 на груди 140 но это в категории было 63 сейчас я в категории 59 если слабые ноги то надо больше приседать и больше упражнений делать на ноги опять же прыжковую работу как развивать взрывную силу мы делаем прыжковую работу прыжки на возвышение прыжки в яму прыжки в длину еще у тяжелых атлетов они не тяжелые атлеты не бегают на длинные дистанции то есть выносливость и взрывная сила они не сопоставимы если вы будете тренировать и то и то то взрывную силу вы не натренируете вот так ну что теперь пробуем соединить давайте еще раз покажу стараемся повторить за мной теперь делаем полностью рывок хват замок руки пошире чтобы головой штанга была соедимся стартовое положение носки разведены колени в стороны таз назад плечи накрывают гриб начинаем мы с движения с ног ни с таза ни с спины спина пробитая ноги у нас работают сначала ноги выпрямляем ноги до конца плечи еще накрывают штангу накрывают в этот момент вот мы дошли разгибается спина плечи плечи идут вверх локти в стороны вверх вот куда они должны смотреть ни туда ни туда локти вверх вот мы выходим на носки и с этого положения уходим в сет опять же таз назад спина пробует отстанавливают кучу делаем спасибо молодец пишет спасибо делаем если хотите я еще мне не было конечно в планах но можем еще разобрать и толчок я хотела дальше показать другие силовые упражнения не связаны с нашими соревновательными напишите будем изучать еще толчок или нет . следующее соревновательное наше упражнение так вот как я показала делаем тоже четыре подходе к по три повторения стараемся разберем все таки толчок да ну хорошо да для взрывной силы очень хорошо прыжковая работа разновидности прыжков ну и конечно же приседания на груди и на плечах тяжело атлеты как правильно хорошо бегают короткие дистанции потому что у нас хорошая взрывная сила и прыжок в длину у меня сейчас на данный момент 256 при том что ну как бы я целенаправленно не прыгаю в длину я делаю прыжковое упражнение после тренировки и все там раз в год вот прыгаю в длину так ну что тогда переходим . давайте хват у нас вот смотрите покажу взяли гриф плечо вот и так беремся не шире как у нас расположены плечи не уже вот на ширине плеч тоже в замок что мы делаем опять же все стартовое положение и вот первое у нас в толчок выполняется в два движения первое это взятие на грудь вот мы должны сделать и штанга должна оказаться на плечах локоточки максимально подвернуты так сейчас как палочку палочка не ложится на плечи но в идеале у вас вот так вот можно лежать штанга будет больше веса у меня ложится палочка у меня не ложится на плечи тяжелоатлетикой я занимаюсь уже семь лет 17 лет сейчас мне 24 через год я выполнила мастера спорта по тяжелоатлетике через три я выполнила международника но еще как бы в чем плюс мой был то что я перешла после спортивной гимнастика и у меня уже была определенная база то есть мой организм был подготовлен у меня была хорошая координация хорошая гибкость так мы что давайте я тебя на грудь точно такой же старт как на рывке только меняем хват хват на ширине плеч точно также замок опускаемся спина прогнутая таз назад плечи накрывают палочку носки развернуты колено по направлению носку смотрит в сторону точно также ведем штангу по ноге как будто одеваем штаны по ногам по ногам выпрямляемся локти в стороны выход на носки уходим под штангу локти подворачиваем встаем давайте вот так еще покажу чтобы видно было носочки вот развернуты коленка по направлению носку выпрямляемся по ногам штанга не должна далеко быть от ног штанга всегда идет по ногам вот прижата 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 локти в стороны выходим на носки плечи вверх из этого положения уходим все и встаем спинка обязательно прогнутая зачем девушкам заниматься тяжелой а зачем девушкам тяжелая атлетика но почему нет кстати когда ввели женскую тяжелую атлетику в олимпийские игры очень стремительно начала развиваться тяжелая атлетика а ну также можно спросить зачем девушкам бокс там а зачем мальчикам художественная гимнастика ну как бы сейчас помимо тяжелой атлетики я ничем не занимаюсь никаким другим видом спорта сейчас только целенаправленно тяжелая атлетика а какая у вас обувь если не получается валить на носок центр тяжести должен быть на полной стопе при уходе все отвалили на носок колени мы не сводим посмотрите еще колени как сводится вот так вы имеете ввиду все и вот сюда коле таз назад убираем колено в сторону таз назад руки лежат на плечах кисти штанга лежит на плечах с этого положения мы встаем сюда мы не перемещаем центр тяжести центр тяжести наш на полной стопе вот для чего я вам еще говорила что нужно обувь не на плоской подошве вот для чего из-за этого еще может быть что когда обувь на плоской подошве весь центр тяжести смещается носки и это тяжело в кроссовках очень тяжело поднимать хотя когда я начинала я поднимала в кроссовках но они были не на плоской подошве чуть-чуть с подъемчиком можно делать смотрите можно делать вместе есть еще на грудь полуприсед то есть мы не до конца садимся все а вытаскиваем штангу полуприсед то есть точно также таз назад штанга лежит в нашем случае палочка на плечах можно вот так полуприсед легче стероида я не употребляю еще скажу я состою в поле тестирования адамс все в профессиональные спортсмены и думаю про этот по узнают но если вы не знаете расскажу полу тестирования адамс туда заносит профессиональных точнее включая профессиональных спортсменов и ты там отмечаешься свое часовое окно в тебе к тебе могут в любой момент приехать и взять у тебя пробу берут две пробы или одну там уже на их усмотрение берут мочу и кровь могут взять одно и кровь и мочу в один день могут только кровь могут взять только мочу то есть каждый профессиональный спортсмен стоит в этом пуле вплоть до того что когда ты идешь в аптеку перед тем как пойти в аптеку ты проверяешь лекарства разрешено оно тебе к употреблению или нет и кстати в инстаграме если кто не знает у меня есть инстаграм я писала по сыну эту тему два даже по моему и показывала результат мой и другие из других стран девочек и там становилось все понятно так давайте сделали еще раз подходит давайте кому тяжело делаем не в сет а в полуприсед смотрите как я точно такое же движение и ловим ее в полуприсед это только первая часть . после того как мы взяли на грудь смотрите что дальше происходит мы делаем подсед точно также таз убираем назад носки развернуты колено в сторону выпрямляем ноги выходим на носки и и после этого одна нога идет вперед другая назад и штанга вверх ножницы толчок в ножницы штанга руки вверх ноги вперед назад разбрасывает давайте покажу целостно места мало неудобно показывать смотрите что получится правая допустим идет вперед левая назад носок передней ноги мы заворачиваем вовнутрь пятка задней ноги должна смотреть наверх смотрите еще разок подсед палочка лежит на плечах подсед таз назад колени в сторону носки разведены выпрямляемся выходим на носки штангу послаем вверх разбрасываем ноги вперед назад потом собираем вот мы из этого положения как выходим сначала передняя нога подтягиваем чуть-чуть к себе потом заднюю и опускаем базовое упражнение у нас виновательное упражнение это рывок и толчок все что как обучается рывку и точку это специальные о фп и сфп а рям на вода я знаю интересно как часто вы роняли штангу на пол и что при этом говорили соседи как удивительно я не ронял еще штангу на пол соседи мы спрашивали они не жалуются говорят ничего не слышно было так я уже кстати дома со штангой тренируюсь два месяца протеин я тоже кстати кому интересно потом переходите в мой инстаграм про протеин я тоже писала что как пить почему для чего его пить это добавки это может быть не обязательно спортсмен протеин или какие-либо витамины у нас базовые упражнения еще же есть пауэрлифтинг но мы отличаемся с пауэрлифтерами у них приседа пусть в углу 90 градусов мы приседаем полностью у нас специальное упражнение подводящие это тяга шумги жимовые тягу становую мы очень редко делаем жим лежа мы тоже очень редко делаем тяжело атлеты как дальше присед повернись камере спиной так легче какой присед перед толчком ножницы смотрите еще раз покажу палочка лежит на плечах носки развернуты в стороны колени тоже подсед перед толчком ножницы таз назад колени разведенные штанга еще лежит на груди что происходит дальше мы разгибаем ноги я показываю медленно выходим на носки в этот момент посылаем штангу вверх на полусогнутых ногах мы стоим на носках и после этого правую разбрасываем вперед левую назад и руки выпрямляем мы должны прийти вот в это исходное положение дальше собираем правую левую переднюю заднюю ногу собрали и после этого опустили штангу колени болят у меня еще колени болят после гимнастики после гимнастики у меня очень было много травм кстати на колени делали операцию на оба но сейчас они не так критично беспокоят но беспокоят но тренироваться дают дома я тренируюсь пять раз в неделю в четверг воскресенье отдыхаю в принципе так же как и на сборах только я делаю одинарные тренировки они двойные в день чтобы поддерживать форму так на что с . мы разобрались или нет или еще повторим дальше буду показывать другие упражнения а смотрите покажу вам теперь как же я тренируюсь дома вот еще у нас есть помогательные предметы в тяжелой тестике сейчас покажу это лямки для того чтобы наши ручки и мозоли хоть как-то спасти есть лямки спасение сейчас мы покажу любовь я прыгать не буду сделаю протяжкой вот так и должно выглядеть только с прыжком я делала без прыжка дабы своих соседей не побеспокоить теперь покажу толчок тоже буду делать без прыжка так ну что приступим к другим упражнениям для этого нам понадобится теперь стул и если у кого нет дисков но я думаю у кого есть диски берем бутылки с водой две бутылки с водой как раз не сильное утяжеление можно вот банки с соком кому как удобно в обе ручки я буду делать с диском 5 килограмм так сейчас на штанге было 45 килограмм для меня это очень мало сразу скажу за шкаф я не боюсь для меня это маленькие килограммы в рывке у меня лучший результат 98 килограмм я поднимала в толчке 115 ну все погнали делать другие упражнения еще раз говорю нам понадобится стул без спинки сейчас мы будем делать пуловер смотрите по 4 подходика 8 10 повторений кому как для новичков лучше 8 берем у кого нету диска берем бутылку с водой у меня просто есть диск мне удобнее так таз параллельно полу носки тоже чуть разведены не опускаем таз ручки полу согнуты из такого положения отводим до конца назад голова смотрит наверх и вернули в исходное положение до конца сюда не опускаем вот здесь останавливаем и так мы делаем 8-10 раз смотрите по самочувствию до конца опускаем таз параллельно полу таз низко не опускайте делаем 4 подходика здесь на пуловере какие мышцы работают широчайшие и грудные что смешно выглядит спасибо ты супер спасибо давайте отдохнули сделали 8 повторений отдохнули можно попить водичку между подходиками сделаем еще раз еще раз заостряем ваше внимание что таз мы низко не опускаем таз параллельно полу так делаем 8-10 раз выдох выдох в инстаграм как меня найти так а я же могу тут писать сообщение я кстати в контакте перестала сидеть даже забыла свой ник я забыла в инстаграме сейчас напишу как меня найти в инстаграме напишу свой ник и на и и найдете я нам показывал как поднимать какие ошибки вот мой ник в инстаграме думаю думаю увидите меня так ну что и сделали мне не тяжело думаете мне тяжело а теперь если кто сделал я сейчас возьму вес поменьше две ручки также будем делать разводку у меня в каждой руке будет по два с половиной килограмма мне не тяжело все нормально не переживайте точно так же нам понадобится стул смотрите точно так же ложимся спиной облокачиваемся на стул таз параллельно полу ручки полусогнутые и делаем разводку в сторону руки здесь не сводим останавливаем в этом положении максимально и тоже выдох тоже 4 подхода по 8-10 повторений таз не опускается меня зовут Оля также у нас в этом упражнении работают грудные мышцы сейчас два упражнения мы делаем которые направлены на грудные и на мышцы рук тоже делаем по 4 подхода по 8-10 повторений я опять же говорю если нагрузка не специфическая вы до этого не делали такую нагрузку то завтра будут болеть ручки ноги это нормально а вы тут не испугайтесь если я вам покажу бицуху меня сейчас тренируют два тренера получается с 18 лет я начала ездить по сборам изначально мой первый тренер это мой папа тетя Сергей Юрьевич папа всех привел в тяжелую атлетику у меня брат тоже мастер спорта по тяжелой атлетике но меня изначально отдали в спортивную гимнастику но когда я закончила спортивную гимнастику не было такого что там родители или брат сказали все там ты идешь на тяжелую атлетику это было мое решение просто папа и семья меня поддержали в этом сколько сантиметров обхват я знаете даже битуху свою не измеряла точно не скажу я не буду здесь шокировать людей так что сейчас не договорила меня тренирует отец и когда я уже на сборы меня тренирует московский тренер сама я из Омска живу в Омске но просто вот сейчас пока карантин я уже как третий месяц дома а так вообще в Омске я очень редко в основном на сборы готовлюсь на соревнования в Омске я крайне редко от силы там приезжаю после соревнований на недельку и потом на 2-3 месяца опять уезжаю вот так давайте еще подходик отдохнули думаю на водочку приведем свое тело в тонус не солнышает не забываем делать выдох руки максимально разводим в стороны а тяжелую атлетику детей можно приводить в 11-12 лет и не бойтесь о том что у вас ваших детей покалечат или что-то тоже знаете такой стереотип и почему женская тяжелая атлетика в России плохо развивается потому что мамы боятся что ребенок не родит девочка не родит кучу у нас девочек и все девочки которые уже закончили заниматься профессионально которые сидели на сборах выступали на Олимпийских играх уже все замужем и родили детей то есть эти стереотипы ну бред то что девочка там будет мальчика ну вот я вот всегда говорю вот посмотрите на меня мне кажется я вообще не мальчик в любом виде спорта можно оставаться девочкой и нет такого женский вид спорта не женский вид спорта ну в девять можно конечно опять же вам буду давать палочку когда вы детей приводите в чиро атлетику просто сначала обучают техники потягивают его физическую подготовку когда уже организм сформируется и окрепнет только потом там дают гриф сначала десять килограмм потом пятнадцать килограмм и потихоньку обучают на самом первом этапе важно обучить технике отсюда все и пойдет так что большую часть тренировки тренер должен сначала обучать технике техника как обучать с палочкой палочка мало весит нет я же еще раз говорю в десять там из десяти до двенадцати лет если вы даже приведете это не рано тяжестью ему никто не даст поднимать сразу как он пошел вот ему дали гриф грубо говоря все иди поднимай такого не будет а потом только начнутся тренировки с весом никто насильно ребенка заставлять не будет сначала им будет давать ОФП и СФП не все сразу не сразу его там даже начнут обучать рывку и толчку может постепенно и опять же с палочкой так что не бойтесь приводить детей в тяжелую атлетику их там не покалечат как думал здоровье не угробят наоборот есть случаи когда девушки приходят с грыжами с протрузьями допустим занимаются тяжелой атлетикой а занимаются силовыми упражнениями неправильно подобранными упражнениями на спину еще как бы спина перестает болеть протрузья уменьшаются а вы где живете вот хорошая школа тяжелой атлетики вот рядом с нами зал со мной на союне шинник сплотивная карьера тяжелой атлетики кстати как ни странно она длится дольше чем у девочек спортивной гимнастики можно и поднимать до 30 и до 35 лет тут как бы вообще ограничений нет также проводятся ветеранские соревнования по ветеранской тяжелой атлетике так отдохнули все сделали переходим к следующему упражнению наклоны опять у вас могут быть в руках бутылки с водой у меня будут в руках диски по 5 килограмм ступочек ступочек сейчас наберем смотрите у меня диски руки выпрямлены стоим ножки в стороны что мы делаем максимально начинает работать спина ноги прямые 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 наклоняемся 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 и только в конце сгибаем ноги возвращаемся в исходное положение так тоже делаем 8-10 раз сейчас вся нагрузка у нас должна быть на спине и чуть-чуть в самом конце на задней поверхности ведра и обязательно прогнуто не сгибаем спину прогнуто и вернулись в исходное положение наклоняемся вернулись так тоже делаем 8-10 раз давайте так еще покажу наклон вот как это выглядит если быстро делать повторяем я комменты не удаляю я тут делаю когда бы я комменты удаляла они у вас почему-то сами исчезают у кого-то я не удаляю вот что-нибудь вот мои ручки держат по 5 кг диски у нас так быстро летит время слушайте уже 47 минут давайте еще подходик так делаем точно так же по 8-10 раз наклоняемся у вас есть какие-нибудь вопросики а то уже наверное скоро будем подводить прямой эфир концу может какие-то еще хотите упражнения или на какие группы мышц хотите упражнения ну ладно молчите давайте следующее упражнение покажу присед плюс жим подкачаем ножки у вас же опять тут могут быть бутылки с водой кладем их на плечи у кого есть диски отлично присели выпрямились подняли бутылки с водой вверх опустили опять руки не через стороны а точно вверх идут опустили опять сели до конца выпрямились руки вверх опустили кому тяжело делайте по самочувствию желательно сделать 8 повторений вот это получается раз один два два три четыре пять шесть семь и восемь молодцы вконтакте я практически не сижу и вконтакте в эфиры не выхожу в основном я веду свою страничку активно в инстаграме так что там меня можете увидеть кто хочет вконтакте вконтакте чисто захожу послушать музыку меня можно увидеть где мне можно увидеть давайте чуть-чуть отдохнем и сейчас будем упражнение делать нам пресс обязательно обязательно еще у кого проблемы со спиной у кого грыжи протруйте обязательно делать полно через козла НЧК как мы называем или гиперэкстензия это одно и то же просто разными словами говорится обратную гиперэкстензию обязательно пресс чтобы держал все мышечный кашсет без этого никуда давайте давайте чуть отдохнем и сейчас сделаем пресс очень хорошо для внутри брюшного давления пресса нет верхнего и нижнего это все бред обязательно чтобы в прессе пресс на что мы обращаем внимание когда делаем чтобы плечи максимально скручивались к тазу сейчас покажу человек просит еще раз инстаграм написать еще раз пишу заходите в инстаграм прям вот набирайте что я сейчас скину и должно высветить меня ой ой неправильно написала вот да написали а я там не в 96 написала 98 так смотрите пресс ложимся так сейчас комментарии ложимся на спину ножки согнуты у кого есть коврик можно коврик вот принялись ручки за голову о чем я говорила плечи максимально скручивается к тазу спину во время подъема максимально прижимаю к полу плечи максимально скручиваем вот плечи тянутся к тазу не обязательно вот так подниматься вот и на подъеме делаем выдох легли опять спину опять максимально прижали поясницу к полу плечи тянутся к тазу весь пресс напряжен выдох опять легли так тоже желательно сделать 10 раз плечи максимально скручиваем к тазу и поясницу когда поднимаемся прижимаем к полу плечи тазу пресс в это время очень сильно напрягается я сама чувствую у кого забился пресс встаем и можно прогнуться потянуть пресс вот так чтобы мышцы пресс растянулись расслабились да и специфическая интересная у меня фамилия из двух букв т и и вот на английском вот так пишется и правильно вот мы и ник написали олинга 96 и 98 отдохнем потяните пресс у кого он устав чтобы мышцы расслабились и еще после силовой нагрузки обязательно должна быть растяжка и висы потому что на силовой нагрузке очень сильно идет компрессия на позвоночник ну вес штангу вы опускаете на плечи позвонок сдавливается и после этого обязательно его надо растянуть висы на висах чтобы позвоночник мы свой вытягиваем и приводим в свое нормальное состояние и обязательно растяжка висы и растяжка после силовой нагрузки обязательно после каждой тренировки не ленитесь и не забывайте это делать во избежание травм во избежание протрузии и грыж это обязательно так ну что делаем теперь упражнение на расслабление ноги в стороны ручки опущены все у вас стоим в этом положении что происходит мы сейчас плавно будем наклоняться вниз очень плавно начиная с головы медленно опускаем голову потом плечи спину очень медленно расслабляемся расслабляемся очень плавно наклоняемся вниз чувствуем как спина расслабляется чувствуем наклонились до того момента на который вы можете положение и стоим до того момента пока не начнется тремор чувствуем как спина расслабляется тянется как почувствовали тремор точно так же медленно мы возвращаемся в исходное положение очень медленно спина сначала потом плечики и в самом конце голова как хорошо спасибо большое вот такие приятности пишешь крутая классная мне очень приятно так ну что если есть какие то вопросики еще задавайте если нет то думаю наш эфир пора завершать очень приятно было вам показать рассказать про тяжелую атлетику чуть-чуть рассказать про себя ольга восхищаюсь вами спасибо за тренировку пропотела завтра руки не подниму да спасибо вам большое что тренировались вместе со мной рада быть вам полезна что за вопросы нет да таки вопросы задаю что я даже читать не буду вы знаете сейчас и вообще в тяжелой атлетике минус того что штангисты так прямо за питанием не следят хотя надо было и какого-то определенного питания нету Есть спортивные добавки, витамины, но целенаправленно мы за питанием не следим. То есть тебе надо набрать вес, а как ты его наберешь, конечно же, желательно правильно набирать, но за этим тоже никто не следит. И у меня в данный момент спина не болит, но когда готовилась к Кубку России, и травмировала спину, вылезла протрузия с воспалением. И как раз-таки я сейчас очень много времени уделяю закачке спины и упражнениям для спины, для укрепления спины. И все, естественно, растящие мази, да, у меня как раз в пояснице и вылезла протрузия, растирающая мазь, разогревающая мазь перед тренировкой. Тоже в инстаграме своем показывала упражнения в HDTV для поясницы. Покуваясь в протрузии, кому можно эти упражнения делать. Как я только травмировала, я ходила на физио, на токи. После того, как я выступила, сразу же мне делали ЛФК 10 дней. ЛФК гимнессическую, лечебная физкультура. И делала, делали мне массаж. Ну и закачка спины. Я еще раз говорю, у кого проблемы со спиной, гиперэкстензия, обратная гиперэкстензия, закачка спины, это прям лучшие друзья ваши должны стать. И все делать надо, почему еще вылазит. Где-то перекос у вас случился, вы встали криво, вот так вот, допустим, вы потянули, взяли что-то тяжелое, нагрузка неравномерно распределилась, все, травма, как у меня произошло. Обязательно все делать не согнутой спиной, потому что, еще раз говорю, когда вы что-то поднимаете тяжелое, вообще для вас нагрузка не специфическая, вы это делаете согнутой спиной, нагрузка в 3-4 раза больше, нежели когда вы сделаете вот тот же наклон, там вы возьмете там пакет с картошкой с прогнутой спиной. Ну, вообще надо выяснить причину, почему болит спина, из-за чего болит спина. И оттуда уже двигаться. Опять же, может быть, это у вас протрузия, может быть, и грыжа, что, как. Я начала делать ЛФК, и мне начали делать массаж, когда у меня уже не было болевых ощущений. Останавливали. Ну, первостепенно я сделала снимок МРТ, где мне показалось, что у меня, какой диагноз. Ой, 10 мм грыжа, это вообще очень большая, кстати. Может, она у вас давит на нервы, тоже не исключено. Опять же, говорю, надо смотреть. Может, врачи что-то советовали. Закачивать спину. И говорю, гиперэкстензию опять же. Обязательно. Ну что, всем спасибо за прямой эфир. Была рада с вами вместе потренироваться. Вот. Чуть-чуть вам покажу. Кубки. Моя гордость. Кубки мои. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok